Глава 30. Адель. Цветок оазиса. В гареме, во дворце у падишаха, в саду прекраснейшем цвела Адель, девица молодая. Оазис пустошей, усладок края, бутон нераспустившейся цветка. Турчанка на приемах танцевала, под звуки флейты, барабана, персидский танец живота. И метко ножики кидала, в любую цель попасть могла. Адель, станцуй, просили гости, чуть улыбнувшись, как газель. Лишенная порыва в злости, она порхала для гостей. Адель была смуглянкой с детства, и это стало ей наследством. Отца характер жил в душе, лицом же мать напоминала. А вот глаза, как на заре, сияли гладью океана. И это выглядело странно на фоне остальных невест, что жили во дворце у Падишаха, оазисом пустынных мест. Адель чиста, невинна телом, лицом красиво и душой. Но близок срок, и непременно, ей нужно вскоре стать женой. Ведь у арабов в нужный год отец дочурку продает. Она должна продолжить род, так завещает небосвод. И не Коран, и не ислам. Искоренить не смогут там нам чуждый странный ритуал. И, как вы догадались сами, за девушку уже заплачено деньгами. Среди прудов и пальм высоких, за стенами тяжелых плит, под сводами печалей горьких. Засовы стража сторожит, там в комнате просторной обитает сын Падишаха злой Саид. Он двадцать лет как размышляет, не закрывая сонных глаз. Все думает, как можно смерть. Заставить слушать свой приказ и подчинить ее навек. Не пасть при этом в темный ад. Он спрашивал о том у всех, у всех, кто приходил подряд. Его души лихой порывы летели к пропасти, к обрыву. Он смерть любил сильнее жизни. В том не было дурной корысти. Его загадил демон мысли. Саид считал, что целью смысла его большого бытия. Вопрос потустороннего секрета, скрывающегося, как скользкая змея. Поэтому, сказав про это, могу спокойно утверждать, таит в себе большие беды сын Падишаха. И страдать он обрекает весь народ, что окружает с ранних лет их давний, очень давний род оазиса пустынных мест. А что стремления? Они от этого тянули ближе. И как-то раз в былые дни Саид увидел кипу книжек, которые с ума свели. Ему писали строки дали. Поля пустынные вели через барханы, где порхали мысли в призрачной пыли. Летел песок с чумных барханов, с пустынь горячих и степей. Купцы приехали с базаров в тот злополучный серый день. И попросились на ночлег в закрытый город Падишаха. Их было двадцать человек в пустыне, ездящих без страха. И получилось так, узнал Саид заведомо. И вышел тот, кто лицо свое скрывал, живущий всех других повыше. Сын Падишаха брел наружу, гостям сокрытый от отца. Как, впрочем, и всегда погружен в дурные помыслы глупца. Он увидал торговцев сразу, мечтая книги обрести. Саид в бессилии бросил фразу, чтоб разговоры завести. Салим, скажи мне, что вон там? Везешь в повозках сдалека. Поговорим же по душам, смотри же, вот моя рука. Поведай мне свою судьбу, да не молчи, я все пойму. Какие видел города, причуды дивные, края, при путешествии сюда. Все так хочу услышать я, услышу все твои упреки, печали давние, тревоги. Поведай мне, что знаешь сам, взамен тебе, что хочешь дам. И покажи свои товары, я вижу, ты торговец старый. И знаешь толки в колдовстве. Давай скажи, ответь же мне. Кальян курил купец Салим, сложивший ноги по-турецки. Они вдвоем с Саидом дым вдыхали, запах тот был мерзкий. Дарил он сладостный покой и телу отдавал тепло. В комнатке царил застой, и тут Салим сказал вот что. Я расскажу тебе, Саид, о северных степных арабах, о том, что тайна их таит, о той, что знаем очень слабо. Они тебе клянусь душой, в своих бесчисленных обрядах творят такое под луной, в которое лишь верить надо. И водят танцы с сатаной, кого зовем мы все шайтаном. Он видится им всем звездой, в дурмане только очень пьяном. У них законы, ритуалы, не как у нас с тобой, Саид. Воспитывали их шакалы, а кто не внял, тот был убит. Они бесчисленные знания свершают в зареве костров. Шакалы, их родные братья, уж с ними множество веков. Ты знаешь, что все это значит? Они со смертью водят дружбу, не полагаясь на удачу. Им, собственно, она не нужна. У моря самого их рот, у черной пенистой воды, Давно уже отчет ведет и оставляет там следы. Никто не видит их вины, сокрыты люди те от глаз такой огромнейшей страны. И это искушает нас, теперь они забыты всеми. Но живы слухи старины о множестве их преступлений, Слагающих десятки мнений, хоть были мерзки и дурны. Салим к товарам подошел, а, возвратившись, говорил, Вот, погляди, что я нашел в пустыне, где давно бродил. И показал он книгу знаний, и образ стал его печален. А злой Саид, наоборот, в восторге был, разинув рот. Он гладил черный переплет, листал запретные труды, И думал в них сокрыт тот плод, которому рвались мечты, Который он во тьме сорвет, чтоб тайну смерти обрести. Достал он щедро из сумы, денег пригоршню большую, Ими сыпал от души. Но торговец ни в какую книгу не желал отдать, А монеты все летели, звонко падая, звенели, Продолжая искушать, так причудливо, смертельно. Настало утро, и Салим поехал дальше на восток, Довольный дурачком простым, что выгоду с него извлек. Саид с тех пор лелеет книгу, и чтит, как Библию святую, Пытается ее постигнуть, свершая таинство вслепую. Она смогла поработить и дух его, и плоть больную, А с грузом этим трудно жить. Но злой Саид труды ревнует, переведя язык забытый, Используя ученых в храме, безумный сын, секрет сокрытый, Что был утраченный с годами, открыл в словах, Экипе знаний, объединив их в ритуалы, Смел духов вызывать, созданий, Однако все казалось мало. Саид стал мертвых пробуждать, убитых на войне солдат, Их в мире заставлял блуждать, без шанса лечь опять назад. Он много трупов откопал, закопанных в большие дюны, Секретов массу он узнал, секретов смерти очень трудных. Одно его слегка смутило, в той книге несколько листов, А где другие? Злая сила о том не говорила слов, То было лучше для него, не смог свершить большое зло, Однако юная Адель, однажды танец станцевав, Открыв засов, зашла за дверь, Жертвою той книги став. И переплет, увидев сразу, полюбопытствовать решила, Сказав всего одну лишь фразу, Все чудно это, как же мило! Она легко рукой коснулась, чтобы почувствовать гравюру, Но в страхе мигом отшатнулась, На мат присев большого стула, И оказалась без сознания, Виной, конечно, книга знания. Саид уж понял, что к чему, Душа ее была в плену, Но вот задача, почему, Адель взяла с собою книга, И отчего Саида тут оставить все-таки решила, Быть может духи что-то ждут, Ключ ко всему лежал в природе, Происхождение души, Что теплится во всяком роде, И в бесконечности лежит, Адель чиста душой и телом, Поэтому, наверное, захотела-то книга знаний взять ее, Забрав с собою в мир иной, Свершив огромнейшее зло. Так сделалась Адель больной, С тех пор жива на свете белом, Лишь плоть бессильная без духа, А он летает где-то с ветром, Пока в беспамятстве подруга, Порхает светоч и летит, Горящим светлячком парит Над ручейками, что текут В несчастный грот вонючий пруд, Оттуда смотрит сотня глаз, Желая утопить в ручьях Беспомощный души алмаз, Живущий в солнечных лучах, И погрузить в бездонный сток Тот света теплый огонек, Но только тянут руки тщетно, Мечтая лишь о том заветно, В попытке светлячка сгубить, Ведь грязь не может воспарить. Поэтому летит жучок Над водоемом полным мрака, Заветный ищет бережок, Цветочек девственного мака. Смотри лишь вдаль, Не падай вниз, Все о тебе мольбы, Держись. Сама Адель лежала в зале, Завернутая в покрывале, Ослуги в замке все скорбели, Аллаху сунны часто пели, За то, чтоб здесь была скорее Душа несчастная Адели. Сам по дешах издал указ, Кто сможет девушку поднять, Убрать то волшебство из глаз, Вернув здоровье ей опять, Да вырвать из немого плена, Убрав весь тлен и зло на тело, Того наградой непременно Вознаградит он очень щедро. Так после этого указа Толпа людей явилась сразу, В ней мусульмане, христиане, И колдуны, и шарлатаны, Жрецы, лелеющие храмы, Между собою межевались, Но были напрочь бесталанны, И очень быстро убирались. Прошла неделя, месяц, год, А девушка все не встает, Летает будто в небесах, Блуждает в нереальных снах, Не может словно отыскать Заветный путь из тьмы назад, В здешний мир дорог сыскать, И вынуждена лишь страдать. С того момента злой Саид Не трогал книгу знаний даже, Ведь с ним такое может быть, Что стало с девушкой однажды. Надежду к чуду потеряв, Приказ иной дал по дешах, Когда является в дверях Юродивый святой монах, Тащить сюда, к дворцу его, Притом все это сделать срочно, Не важно как, не важно кто, Не важно днем, а может ночью, Велел он слугам всем своим, Дозор нести, не смея спать, Вдыхать калья на сладкий дым, А нужного врача искать. Скользила тень, размытый образ, По дюнам шел и грезя сны, Без устали, как юркий полос, Чужак с неведомой земли, Одетый в темный балахон, Накинув длинный капюшон, Жары не чувствуя шел он, В себя был словно погружен, Багдадский вор Абдул Хазред, Желал страницы обрести, Найти утраченный завет, Исполнив клятву тем пути, Что ангелу он дал когда-то, В те дни, когда уж духом пал, В тюремной камере Багдада, О смерти только лишь мечтал. В зените солнце целый день, Мучения сулит и смерть, Губителен здесь яркий свет, Стремится живность этих мест, Сбежать от пекла поскорей И забежать быстрее в тень, И даже стойкие арабы Не умереть от жажды дабы, Сахару не пересекали, Прохладу тихую искали, Переводили дух у моря, Вдали от солнечного зноя, В палатках легких и шатрах, Народы жили в тех краях. В чистое небо, глядя отсюда, Не замечаешь, куда наступаешь, И навернешься с подножия круто, В грязном болоте по горло увязнешь, Черти как будто ведут за собой. Я на распутье, время расплаты, Где же дорога, что станет тропой, Как избежать мне потери, утраты, С ударами сердца, Меркнет надежда, Еще один миг и сорвется в обрыв, Девушка та, что вовсе не грешна, В сердце ударил ветропорыв. Вдоль по дороге, песку или грязи, Я убегаю, скажи что-нибудь, Книги-листы извиваются в рясе, Прямо в дворец уготован мой путь.